Многие вообще спрашивают, зачем этот старлайнер был нужен, так как Dragon от Илона Маска успешно прошел испытания и вообще это классный корабль, уже проверенный, можно было бы сэкономить кучу денег и вообще ничего не делать, никаких старлайнеров и спокойно летать. Но это не так, они решили укрепить, у них очень долгое время не было возможности летать в космос людям, то есть совершать пилотируемые полеты и они вели разработку изначально двух кораблей, один из которых приземляется на суше, другой на море, вот Dragon как раз на море приземляется. И эти корабли на самом деле одинаково были важны, только вот у Боинга произошла задержка в испытаниях, у Dragon полетел нормально. Но еще тут такая есть возможность, что не все специалисты вообще довольны Dragon, вспомните первый полет Dragon, там были проблемы при посадке, они долго не могли открыть двери из-за испарения или утечки каких-то токсичных воспламеняемых веществ. То есть и потом тоже были нарекания при посадках, ну в общем такое нельзя сказать, что Dragon это прям беспроблемный корабль, с которым невозможно, не может возникнуть каких-то проблем. А старлайнер при вот своей посадке на суше, он совершенно по другой схеме сделан и они просто будут очень хорошо подстраховывать друг друга. Поэтому вот все эти мысли, что один корабль нужен, другой нет, это неправда. Очень много сейчас различного рода на околоземной орбите будет и коммерческие станции, космические, и модернизация существующей, и полеты туристов, кстати, которые должны проходить четко без задержек. Поэтому тут, ну этот корабль на самом деле очень надо. Dragon'ы будут летать, возможно, немножко меньше. В будущем будут все летать одинаково.